МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на Первом Волгоградском канале. События дня. Расследование дела о резонансном убийстве завершено. Обвиняемый в смерти предпринимателя Зульфугара Осадова предстанет перед судом. Антимонопольная служба сделает упор на транспортные перевозки. Уже сейчас дел по фактам ограничения конкуренции стало больше в два раза. Дело бывшего главы Городищенской думы рассмотрели в особом порядке. На скамью подсудимых Михаила Подубного привела афера с земельным участком. На месте, поврежденной взрывом девятиэтажки на космонавтов, возведут дом 10 этажей. Но сначала расскажут о предстоящих неудобствах жителям квартала. Сегодня стало известно, что принято решение на день отложить начало работ по демонтажу поврежденного взрывом девятиэтажного дома номер 47 по улице космонавтов. Накануне сообщалось, что работы по сносу здания начнутся уже сегодня. Но решено сначала провести встречу с жильцами соседних девятиэтажек, которых так или иначе коснется процесс сноса дома номер 47. До людей доведут информацию о том, как и в какие часы будут проходить работы по сносу дома, чтобы причинять минимум неудобств. Демонтаж планируется закончить до 15 марта. На эти цели из резервного фонда администрации Волгоградской области выделено более 16 миллионов рублей. Спецтехника уже доставлена в Волгоград из Москвы. На месте пострадавшего от взрыва дома за год возведут новую высотку. Заявлено, что те, кто раньше владел квартирами в разрушенном доме, смогут приобрести жилье в новом доме по жилищным сертификатам. Место расположения земельного участка, существующие инженерные сети, позволяют на сегодняшний день сделать выводы о том, что это может быть жилой дом, многоквартирный, не выше 10 этажей. Проектная документация застройщикам также разрабатывается. И с учетом привязки к конкретному земельному участку уже будет принято окончательное решение. По количеству квартир, то есть, соответственно, три подъезда также в этом доме предполагаются, но этажность на один этаж больше. Сегодня Городищинский районный суд рассмотрел в особом порядке уголовное дело в отношении Михаила Поддубного, бывшего главы Гордумы, который на скамье подсудимых оказался из-за аферы с земельным участком. Адвокат Поддубного категорически возражал против видеосъемки в зале заседаний, и судья удовлетворил его просьбу. Сторона защиты представила суду положительные характеристики, в частности, из Гордумы-Городища, а также сведения, что Поддубный является единственным кормильцем в семье. Представитель администрации района, который является потерпевшей стороной, сообщил, что не имеет материальных претензий к подсудимому. Сторона обвинения, в свою очередь, просила суд признать Поддубного виновным и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. В результате суд назначил бывшему главе Гордумы-Городища условный срок в три года. Сегодня на пресс-конференции руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области Роман Лучников рассказал о приоритетных направлениях деятельности в этом году. В центре внимания регионального антимонопольного органа будут организация похоронных услуг в Волгограде и Волжском, а также транспортная сфера. Но в конфликт властей и пассажирских перевозчиков, работающих в районе центрального автовокзала на улице Болонина в центре Волгограда, антимонопольная служба пока вмешиваться не будет. Мы пока не усматриваем нарушение именно антимонопольного законодательства. Другое дело, что если эти лица, как вы говорите, работающие в тени, работают таким образом, то получается, что они нарушают другое законодательство, в частности, о лицензировании данного вида деятельности. Соблюдение лицензионных требований и условий в данной сфере контролирует управление государственного автодорожного надзора по Волгоградской области. Да, комитет транспорта здесь тоже в своей части, мы считаем, не дорабатывает. В каком плане? К великому сожалению, ни в Волгоградской области, ни в Волгограде до сих пор нет понимания, а что же у нас происходит вообще с транспортом и с пассажиропотоками на территории области и города. В связи с этим до сих пор, например, отсутствует такой важнейший, на мой взгляд, документ, от которого и нужно отталкиваться. Это транспортная схема движения. Сегодня следственными органами заявлено о завершении расследования уголовного дела по факту убийства предпринимателя Зульфугара Осадова. И сегодня же прокуратурой Волгоградской области утверждено обвинительное заключение в отношении основного фигуранта уголовного дела, исполнителя убийства. В ближайшее время он предстанет перед судом. Это двоюродный брат уже осужденного фигуранта другого уголовного дела о покушении на убийство этого же коммерсанта. Оно было совершено в июне 2014 года. Решив отомстить за то, что родственник находится в местах лишения свободы, злоумышленник предложил своему приятелю убить Осадова. Для этого они взяли в аренду автомобиль ВАЗ, установили на него краденные номера и прибыли к месту жительства предпринимателя. Дождавшись, пока мужчина припаркуется у своего дома, они произвели в него не менее 9 выстрелов из автомата, после чего скрылись с места преступления. Напомним, резонансное убийство 32-летнего коммерсанта Зульфугара Осадова, бизнес которого был связан с оптовой торговлей на Жигулевском рынке, произошло в конце августа прошлого года. На этом все. До свидания.